сейчас на обзоре будет две китайских аптечки которые не сильно различаются по цене но крайне сильно различаются по содержимому я наглядно покажу в чем разница и почему одно стоит брать а другое не стоит на приобретены на этом я себе покупал две аптечки для посещения значит безопасного стрельбище точнее для обеспечения собственной безопасности на стрельбище вот эта аптечка была накуплена скажу так с быстрой доставкой через озон вот эта аптечка была куплена прямо напрямую с алиэкспресса значит через за приложение алиэкспресс их разница в цене что вы понимали порядка 1000 рублей то есть это дешевле вот это подороже но отличаются они друг от друга не на тысячу рублей вот сразу оговорюсь что для тех людей кто пытается собрать аптечку самостоятельно по вайбре с амазоном и так далее я вас озвучеру вас получится в любом случае дороже даже наполнение вот этой аптечки то есть выгоднее по деньгам выгоднее взять готовую аптечку и дополнить ее тем с чего там не хватает чем брать и собирать с нуля начнем с простой с более дешевый так в чем здесь плюс это подложка то есть это быстро отрывная аптечка если она носится на вас вот эта лямка она фиксируется и это целый подсумок который можно любой момент отстегнуть снять допустим с вас и оказывать вам первую помощь так рассматриваем составляющие ну перчатки это хлам они на самом деле нифига не нужны толку от них никакого дешевейшие ужаснейшие бинты ну понятно я их заменю нормально это копеечный вопрос жгут турникет в данном случае это нормальный жгут турникет то есть это сертифицированный будьте осторожны с покупкой турникета потому что зачастую если он не сертифицированный это полная шляпа это вас угробит а не спасет ножницы ну ножницы я бы сказал такого достаточно относительно паршивого качества да и ими можно что-то разрезать я им даже что-то резал но ну допустим возьмем картонку . что-то они конечно режут но надеяться на них я бы не советовал по ощущениям они крайне некачественные соответственно бандаж стягивающийся повязком окклюзивная наклейка без клапана на немножко рулонного пластыря дешевого который по хорошему тоже лучше брать одно одеяло для согревания это важная вещь здесь она принципе даже неплохого качества ну и банальная инфекция так соответственно это вот то что есть в дешевой аптечке я не скажу что это прям вот полный попадос то есть это принципе нормальный набор который можно использовать когда ничего нет еще хуже то есть это хотя бы минимально позволяет оказывать первую помощь сам по себе подсумок довольно удобный то есть его можно эксплуатировать будет для быстрого оказания помощи это не сумка в которой придется там рыться искать что-то нужно здесь все как бы как вы видите достаточно на виду находится но тоже время ничего особенного здесь как бы себя она не представляет жгут вообще никак не закреплен получается нету для него крепежа видимо предполагать что он будет распакован насчет жгута я предпочитаю все-таки отдельный подсумок используют для жгута что он должен быть вообще в самом быстром доступе вот такая печка ну конечно мне он можно допихать всякого разного поменять не бинты пластыри положить туда еще дополнительная начатая кровоостанавливающие элементы да и в принципе будет нормально аптечка ножницы лучше конечно когда снаружи не внутри давайте все во всяком случае они хотя бы не совсем совсем дешевые они хотя бы хоть как-то режет то есть их основная задача что позволить разрезать два на разок на вас одежду и при этом чтобы не нанести вам повреждений еще и ножницами так это пока откладываем переходим дорогой более дорогой аптечки но и как я уже сказал там разница буквально в тысячу рублей значит чем юарси это брендированные вещи то есть как вы видите это бренд то есть чем отличается брендированный китай от не брендированного тем что производитель муху берет на себя хоть какую-то ответственность ответственность в комплекте идет мануал на английском языке но позволяющий понять для чего нужны те или иные элементы элементы я так понимаю что это карта пометок повреждений ладно это все из другой жизни видимо чем хорош подсумму здесь все хорошо очень уложено вот сразу бросается в глаза что я вам сейчас показываю ту аптечку вот в этой аптечке вот он бандаж бинты турникет причем турникет проверены вот у этого производителя не проверены так мы здесь пусто то есть когда вы открываете аптечку вот у вас видите отдельный прям такой части находится нет как первой необходимости комплект идем дальше одеяльце обратите внимание то чего нет по вашей аптечке это для кровоостанавливающий специально зотообразно сложенный бинт трубка для дыхания совсем другого класса и уровня ножницы обратите внимание вот как насколько они отличаются от тех да ну тут сразу понятно что это совсем другие ножницы и окклюзивная наклейка как вы понимаете по рисунку с клапаном перчаточки ну в общем то и все я даже не буду сейчас вдаваться подробностям а нет еще вот маркер видите вот даже специально положили марки но это наносить информацию о времени наложения жгута до морожка тебе больше всех надо даже его сюда значит нам положить то есть это готовый комплект его можно дополнить там дополнительно бинтами чем-то еще но по сути дела это прям вот отличная аптечка я считаю отличный набор и как говорю что она разница там по 1000 рублей вы получаете совершенно другого уровня продукт и совершенно другого уровня изделия совершенно на уровень выше наполнением внутри него и вот это она прям полноценные действия чтобы сюда вот бинтов допихал ну еще сюда дополнительно жгутов бы напихал ну то есть там всего что может еще дополнительно понадобится в целом вот идеально на мой взгляд это вот оптимально и да не забывайте что вам таскать на себе это определенный вес наш по поводу крепления здесь все точно так же здесь есть стропы соответственно крепимся на поясе куда то еще вот никаких проблем ну я все таки считаю что это вот аптечка такая знаете уже которая ну грубо говоря ближе к спине располагается потому что на поясе я бы все таки продолжала на и ношу маленькую аптечку и отдельно я ношу жгут ну совсем совсем маленькую ну значит тут практически все мета оборудование которое у меня сейчас есть есть еще отдельная там сумка с бинтами и прочим но это уже по тренировкам история значит что имею ввиду под маленькой аптечкой вот это моя маленькая аптечка к ней точно так же есть ножницы ну тоже маленькие соответственно более менее приличные ножницы которые я фиксирую соответственно на на ножницах чтобы они не потерялись сейчас уберем чтобы нам не мешались вот соответственно что у меня в ней есть у меня есть бинт фонарик одеяло зажигалочка ну это вот то чем я как бы вот бегаю это вот то что на мне скажем так каждый день во время тренировок стрельбища и всего остального соответственно точно так же бандаж и гипоглаз останавливающий вот это помещается у меня вот в такую маленькую сумочку и поскольку турникет туда не влезает у меня еще есть отдельный подсумок под турникет который точно так же крепится на снаряжение я пользуюсь им вот собственно говоря я вам показал все варианты который у меня есть показал в чем равенство между дешевой и более дорогой аптечкой вот этот соответственно подсумок это брался отдельно в энторге и просто покупалось наполнение поэтому я им говорю что покупать наполнение отдельно зачастую дороже чем взять просто уже готовый комплект ну всем хорошего дня хорошего настроения встретимся снова